Нет такого способа сохранения археологических памятников, как закатывание в асфальт. Где-то, наверное, за это даже могут посадить в тюрьму. Речь идет о старинном кладбище Барнаула, середины 18 века. Прошлым летом здесь проходили раскопки. Среди усопших работники сереброплавильного завода найдено множество детских захоронений. Можно полагать, что многие из них погибли от инфекции. Орбидол, азитромицин и колл-центры еще не придумали. Первый врач, который здесь обосновался и профессионально оказывал медицинскую помощь, был Йозеф Цидоркопф. По образованию он был не просто медиком, он был хирургом. Здесь он, как сказано, варил деготь для того, чтобы смазывать раны рабочим заводом. Ему было назначено оклад 200 рублей в год. Рабочие получали 12 рублей в год. Здесь в районе торговой площади, или как еще называли базарной, располагался первый госпиталь. Скажем, вот та часть, которая примыкает к Барнаулке. На 9 коек. Помощь была доступна, но в основном лечились на дому, говорит епископ Александр Франц. Больных навещал врач. Огромную роль в те времена играла горная аптека. Часть лекарств сюда поступала из Москвы, из Санкт-Петербурга. А часть лекарств изготавливалась на месте. Вот, собственно, для этого, если мы посмотрим, вот у нас за спиной, располагается аптекарский сад, который мы сейчас знаем как парк центрального района. В этом аптекарском саду выращивались лекарственные растения. Ну, тогда лекарственными растениями считались шалфей, ромашка, мята. Например, для лечения цинги практиковали варить пиво с хреном и шишками. Многие рассчитывали на помощь Бога. Например, в соседнем здании горной аптеки находилась лютеранская церковь. Ее также посещали и врачи. А на Соборной площади, ныне Площадь Свободы, располагался православный храм. Спустя столетия помощи просит и в Покровском соборе. Икона великомученика Пантелеймона. Ее писали на Афоне, в Барнаул привезли в 1999 году с частичкой мощей. При жизни Пантелеймон был врачом. Сейчас ему молятся больные, страдающие и их родственники. Люди стоят перед образом, либо коленопреклоненно, либо стоя, выражая тем самым свое состояние такое. И обращаются с молитвой к святому. А святой уже обращают ее к Богу с просьбой о помощи человеку. В нашей часовне, в часовне святой Татьяны, есть икона Пантелеймона. И в моей практике были случаи, когда люди молились, получали исцеление, молились себе, молились о близких. Вспышки сефилиса, сибирской язвы, холеры, болезни также всегда заставали Барнаул врасплох. Но рано или поздно эпидемия отступала. Мы вот лютеране, люди достаточно рациональные. Мы не воспринимаем как божие наказания. Может быть, да, есть повод задуматься о нашей жизни и вот о бренности этой жизни. Но, по крайней мере, как рациональные люди, повторюсь, мы все-таки думаем, что мы победим все эти коронавирусы, эти болезни. Жизнь продолжится дальше. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.